Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Наринмарк крещенским купанием готов. Традиционно они пройдут на Качгартинской курье. Толщина льда в этом месте достигает 60 сантиметров. Для удобства жителей будут созданы все условия. Глава региона Юрий Бездудный провел рабочее совещание с сенаторами и депутатами Государственной Думы, представляющими Ненинский автономный округ в Федеральном собрании. Подведены итоги независимой оценки качества условий оказания услуг окружными учреждениями культуры, образования, социального обслуживания и здравоохранения за 2021 год. Губернатор Ненинского автономного округа Юрий Бездудный провел рабочее совещание с сенаторами Денисом Гусевым и Римой Галушиной, депутатами Госдумы Сергеем Коткиным и Михаилом Кисляковым. В ходе встречи глава региона подвел итоги прошлого года, а также обозначил планы на 2022 год. Как отметил Юрий Бездудный, обращаясь в ходе встречи к сенаторам и депутатам, многие вопросы требуют участия и администрации, и депутатов, и сенаторов. По ряду направлений необходимо усилить взаимодействие на всех уровнях власти. Мы в этом году найдем возможность для того, чтобы поставить МРТ, но нужна пристройка к окружной больнице. Очень непросто этот вопрос решался, и до сих пор он не решен. Поэтому я прошу вас на всех уровнях, и на уровне Совета Федерации, и Государственной Думы, эту тему поднимать и в хорошем смысле лоббировать интересы нашего округа. Также глава региона поручил представителям НАО в верхней и нижней палатах российского парламента активизировать работу по вопросам оленеводства, охоты и рыбалки. Оленеводство – это главная отрасль сельского хозяйства. И здесь мы понимаем, что оленеводы могут сдать и больше мяса, чем сегодня они сдают. Но куда его деть? В округе мы его не съедим. Потребление нашего округа ограничено. Значит, нужна помощь в том, чтобы вывести оленину в другие регионы идеально даже на международный уровень. Здесь нужна поддержка и на уровне Минсельхоза, на уровне правительства и где-то даже на уровне международных организаций. Что касается охоты и рыбалки, для многих жителей нашего округа это далеко не увлечение, а способ выживания, подчеркнул глава региона. И у них должно быть безоговорочное право охотиться и рыбачить. Особое внимание губернатор уделил жилищному вопросу. В этом году мы будем переселять из ветхого и аварийного фонда и будем идти по пути не только дачи-квартир, но и выдавая компенсации денежные для того, чтобы люди имели возможность сами выбирать, где им приобретать жилье. Мы по-прежнему будем двигать программу детей-сирот. И справедливости ради нужно сказать, что двигая две эти программы, мы не всегда справедливы к тем, кто стоит в очереди обычной. Это и семьи, у которых есть дети-инвалиды, и многодетные. Поэтому было бы абсолютно справедливо вот здесь и на эти очереди тоже выделять квартиры. Поэтому по возможности будем давать сертификаты детям-сиротам и давать денежные компенсации тем, кто живет аварийным и готовы взять эти сертификаты. За прошедшие трое суток в Ненецком округе выявлено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 10 жителей Наринмара, двое жителей Красного и один из Оксина. Также зарегистрировано 6 привозных случаев из Санкт-Петербурга, Архангельска, Коми, Москвы и Египта, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, сейчас на лечении в Санкт-Петербурге окружной больнице находится 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 61 житель лечится на дому. В регионе зарегистрировано 89 летальных уходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 501 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3563 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3399 человек. За прошедшие выходные – 5 человек. Напомним, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности обработать посты педконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Губернатор Ненецкого автономного округа вместе с мэром Наринмара Олегом Белаком, начальником полиции Максимом Кузнецовым и главой регионального МЧС Дмитрием Зайцевым осмотрели Кашгартинскую курью, где пройдут крещенские купания. В ходе выезда проверяющие осмотрели территорию проведения мероприятия. Лед в этом месте 50-60 см. В ближайшее время прогнозируется морозы, что также благоприятно повлияет на толщину льда. Также будут сделаны помосы для удобного передвижения горожан купели. Установлен обогреваемый болок, сообщил мэр Наринмара Олег Белак. Губернатор поручил главе города организовать рядом с местом проведения крещенских купаний парковку. Наша задача обустроить место для купели удобно для жителей, чтобы была парковка, чтобы был теплый болок, чтобы именно теплый он был. Люди могли прийти, снять верхнюю одежду, погрузиться безопасно. Поэтому мы организуем здесь дежурство. Дежурство будет обеспечено соответствующими силами и средствами 18 и 19 января. Будут дежурить и ГИМС, и спасатели. Минимум два человека будут на дежурстве находиться. Они не только будут смотреть за безопасностью, но и помогать еще в целом по организации данных мероприятий. 18 и 19 января на месте будут дежурить сотрудники полиции, ГИМС и спасатели МЧС России по НАУ. На нашем официальном сайте размещены рекомендации для купающихся в проруби, с которыми стоит детально ознакомиться. Конечно, основное пожелание для жителей – участвовать в мероприятии без фанатизма и в трезвом виде. Отметил начальник главного управления МЧС России по НАУ Дмитрий Зайцев. Кличения Господни православные верующие встречают с ночь с 18 на 19 января. Подведены итоги независимой оценки качества условий оказания услуг окруженными учреждениями культуры, образования, социального обслуживания и здравоохранения за 2021 год. Всего проверили 29 учреждений. Такое исследование проводится не реже одного раза в три года. Его целью является определение результативности и качества предоставляемых услуг организациями социальной сферы. Основные критерии оценивания определены федеральным законодательством и методическими рекомендациями профильных министерств. В их числе открытость и доступность информации об организации, комфортность и условия предоставления услуг и доступность их получения, время ожидания, доброжелательность, вежливость и компетентность специалистов, а также удовлетворенность оказанными услугами в целом. Жители округа, получающие услуги в сфере культуры, высказали мнение о необходимости ремонта зданий и домов культуры, обновлению материально-технической базы и возобновлению мероприятий в очном режиме. Максимальное значение в рейтинге учреждений культуры получил телевисточный социально-культурный центр «Престиж», набрав 99,7 баллов из 100 возможных. В сфере образования опрошенные отметили необходимость повышения доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях округа. Наивысший балл получил дворец Порта-Норд – 95,5 баллов. Лидером рейтинга среди организаций социального обслуживания стал комплексный центр социального обслуживания, получивший 99,8 баллов из 100 возможных. Среди организаций здравоохранения лидером стал окружной противотуберкулезный диспансер, который набрал более 97 баллов. По итогам независимой оценки будут разработаны планы по устранению выявленных в ее ходе недостатков. Главная цель таких мероприятий – повышение качества жизни людей, вывод на качественно новый уровень работы учреждений социальной сферы региона. Прокуратура России отметила 300-летний юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось накануне праздника. В официальном зале мероприятий Дворца культуры Арктика работники и ветераны прокуратуры Ненецкого округа принимали поздравления от главы региона, руководителей органов государственной власти округа и местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти и членов координационного совещания правоохранительных органов округа. В ходе мероприятия был вручен ряд ведомственных и государственных наград и благодарности, присвоены классные чины. Прокурор Ненецкого округа, государственный советник юстиции третьего класса Сергей Лапин отметил, что за свою долгую историю прокуратура переживала разные времена. Менялись законы и государственные устройства, но постоянным оставалось одно – прокуратура всегда стояла на страже закона. С петровских времен задачей прокуратуры являлось противодействие преступности и коррупции. И сегодня правоохранительные органы достойно выполняют эти задачи. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры со столь значимой юбилейной датой. За эти 300 лет прокуратура прошла огромный путь, о котором рассказал генеральный прокурор. Этот путь был сложный, но все эти годы прокуратура стояла и стоит на страже закона. Сохранение правовой стабильности, защите прав, свобод граждан нашей страны. За это вам огромные слова благодарности. Глава региона вручил благодарственные письма сотрудника прокуратуры за профессионализм, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение прав и свобод человека и гражданина в Ненецком округе. Благодарственные письма получили Виссарион Жирков, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства окружной прокуратуры, и Константин Канев, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. В ходе мероприятия также были вручены нагрудные знаки. Знак «Почетный работник Российской Федерации» получил Дмитрий Телин, заместитель прокурора округа. Нагрудный знак за безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации – старший помощник прокурора Анастасия Хитрова. Кроме того, лучших сотрудников прокуратуры отметили грамотами Генерального прокурора Российской Федерации. От имени главы государства, юбилейными медалями, 300 лет прокуратуры России, благодарственными письмами собрания депутатов. Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. В 1995 году был установлен профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры России – День работника прокуратуры, который отмечается ежегодно. Арктическое долголетие – благотворительный проект Александры Калининой набирает популярность. Учеными доказано, что уже после 25 лет в мозге человека начинают происходить необратимые изменения, которые спустя годы приводят к развитию старческой деменции. Как развивать память и где это можно сделать, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Валентина Юркова пришла на проект «Арктическое долголетие» по приглашению соседки и ничуть не пожалела. Интересные задания показались не такими сложными, как думала участница. Вы знаете, как-то необычно, что двумя руками сразу надо обводить и раскрашивать, но я думаю, что мы неплохо еще с этим справляемся. Не только научиться чему-то новому, но и поделиться своими знаниями в мире медицины приходила на проект Татьяна Зуева. О том, как хорошо питаться, двигаться и правильно спать, врач рассказала всем. Плохая фраза. А что вы хотите в вашем возрасте? Понимаете, это неправильно. Ну, где-то что-то побаливает, бывает, это сигналы тела. Ну, организму 60 миллионов лет, так он умеет, знает. Поэтому, если где-то что-то... Тут кайнуло, там заболело, это что-то такое... Он тебе говорит, не делай этого, дай мне то. Нужно просто уметь его слушать. И питание то же самое. Он не должно ничего болеть. Ну, вот, хотел бы приедеться со своими товарищами, с теми вещами, которые я сама знаю, которые я сама использую в своей жизни. Активистка Ольга Чебурина на проекте нашла новые варианты занятий для памяти. Если честно, я своему мозгу постоянно не даю лениться. Я разгадываю кроссворды, сканворды и разные вообще логические задачи очень люблю. Но здесь я очень много узнала нового. То есть, как ещё можно нагрузить свой мозг. Я просто даже о некоторых моментах даже не догадывалась, что вот они существуют. И просто нам Александра Ивановна открыла Америку. Нейрогимнастика, скорочтение, мнемотехника и даже ментальные практики. После окончания проекта участницы в совершенстве владеют всеми навыками. А самое главное – натренированной памятью. Здоровьем надо заниматься. Люди, находясь на пенсии, они сидят по своим домам, тем более теперь в пандемию. Это очень тяжело. И вот такие вот встречи замечательно происходят. За 2021 год прошло два потока курса арктической долголетия. Всего обучение закончили 16 человек. К слову, количество участниц не случайное. Этот проект предполагает максимальное количество участников – 8 человек. Потому что очень индивидуальная работа и с большим количеством работать труднее. Эти проекты по развитию памяти, они обычно такие и есть с небольшим количеством людей. Но более тщательно отрабатываем мы все там приемы, навыки, умения. Александра Калинина не первый раз принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года», который проходит в два этапа – региональный и федеральный. В 2019 году я была победителем проекта именно для детей. Там было развитие памяти у детей различными методами, скорочтение там у нас было и ментальная арифметика. Самый маленький ученик был четырехгодовалый мальчик. А теперь арктическое долголетие. Вот в основном пенсионеры принимают участие в этом проекте. И самая старшая ученица была 87 лет. Александра Калинина стала победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей». К слову, в настоящее время ведется набор на новый поток проекта «Арктическое долголетие». Подробнее можно узнать по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Подведение итогов. В Управлении Росгвардии по Ненецкому округу проверили наличие огнестрельного оружия у жителей региона. Из оборота изъяли свыше 250 единиц оружия. В прошлом году в Ненецком округе сотрудники ведомства провели свыше 3500 проверок и выявили более 150 административных правонарушений. Большая часть 111 нарушений связана с несоблюдением владельцами срока подачи заявления для продления разрешения на хранение и ношение гражданского оружия. Не позднее, чем за месяц до окончания действия документа. И двухнедельного срока переоформления разрешительных документов в связи со сменой постоянного места жительства или паспортных данных. Большинство нарушений связано с несоблюдением срока подачи заявлений для продления разрешений на оружие. Не позднее, чем за месяц до окончания действия документа. И с несоблюдением двухнедельного срока переоформления разрешений в случае смены постоянного места жительства или паспортных данных владельца. Разрешение на хранение и ношение оружия почти 60 жителей округа аннулировали из-за антиобщественного поведения. На Ринмарце лишились ружей за повторное совершение в течение одного года административных правонарушений и в связи с наличием судимости. К сожалению, недобросовестные граждане утрачивают не только право на хранение, но и само оружие. Число таких фактов в целом сократилось, однако за прошлый год на Ринмарце потеряли 30 единиц оружия. По новому законодательству виновных ждет штраф до 10 тысяч рублей с лишением права владеть оружием на срок до трех лет и с конфискацией. В Росгвардии отметили, что большинство жителей Ненецкого округа соблюдают оружейное законодательство, вовремя оформляют необходимые документы и не оставляют ружья без присмотра. В Ненецком округе начнут работу мобильный медицинский отряд. В течение года медицинский десант посетит 39 отдаленных населенных пунктов региона. Работа отряда организована в рамках регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи национального проекта здравоохранения. Первыми населенными пунктами, куда отправилась в новом году мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд центральной районной поликлиники Заполярного района стали село Тельвиска и деревня Устье. 17 и 18 января специалисты работают в деревне Макарова. В отдаленных населенных пунктах округа мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд проводят медосмотры и диспансеризацию детского и взрослого населения. В этом году в состав бригады вошли 13 специалистов – терапевт, педиатр, хирург, офтальмолог, гинеколог, невролог, психиатр, нарколог, лор, врач-узи, рентгенолог, медицинская сестра функциональной диагностики, лаборант и руководитель мобильной медицинской бригады. До конца года врачи передвижного медицинского отряда обследуют жителей всех отдаленных населенных пунктов округа. Мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению Заполярного района более 10 лет. Основная часть работы врачей во время выезда состоит в осуществлении плановой профилактической медицинской помощи населению, направленной на раннее выявление заболеваний, определение факторов риска их развития, а также в диспансерном наблюдении за пациентами с хронической патологией. В прямом эфире жители региона получат ответы на вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в округе. 18 января во время прямого эфира на вопросы жителей округа будут отвечать заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Ненецкого автономного округа Андрей Блащинский и руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Какова текущая ситуация с коронавирусом в регионе? Готовы ли медучреждения к новому штамму омикрон? На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.